МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько красивым, уютным и комфортным для проживания будет Севастополь, зависит от его жителей и от многих городских ведомств. В эфире программы «В контексте. Городостроительные аспекты севастопольской жизни» мы обсудим с заместителем директора департамента, начальником управления градостроительной политики Егором Суслиным. Здравствуйте, Егор Николаевич. Здравствуйте. Егор Николаевич, для начала обозначите, пожалуйста, основные векторы той самой градостроительной политики города Севастополя. В целом скажу про управление сначала. Управление градостроительной политики является структурным подразделением Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя. Деятельность управления регламентируется соответствующим положением об управлении и направлено в первую очередь на создание условий для осуществления градостроительной деятельности всеми слоями населения, будь то граждане, юридические лица, бизнес, либо сами органы власти. Управление курирует разработку всей градостроительной документации в городе Севастополь. Это в первую очередь генеральный план города. Проекты планировок тоже разрабатываются активно. В ближайшем будущем будет разрабатываться такой документ, как правило землепользования и застройки города Севастополя. Также мы являемся держателями фонда инженерных изысканий Севастополя. Это фонд топографических съемок. Данный фонд постоянно обновляется. В соответствии с положением мы оказываем две государственных услуги. Это первая услуга подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, так называемых ГПЗУ или градпланы. Это документ необходимый для проектирования объектов капитального строительства перед получением разрешения на строительство. Вторая услуга называется выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Сокращенно ИСОГД. Сведения из ИСОГД это перечень сведений о земельном участке, градостроительных сведений, в том числе существующие ограничения и прочее. Информация по данным государственным услугам содержится на нашем сайте официальном. Сайт называется sefarchitectura.rf. Русскими буквами можно ознакомиться и писать заявление. Такой небольшой вопрос уточняющего характера. Получается, это к вам нужно обращаться, если человек решил купить участок земли себе в Севастополе, проверять его на законность. Может он его приобрести или нет? Это может быть земля, которая не может быть продана частному лицу. Выдача сведений из нашей информационной системы подразумевает раскрытие градостроительной сути земельного участка. То есть не полных сведений, законность выделения земельного участка, к сожалению, мы не сможем определить. Мы сможем дать информацию о территориальной зоне, в которой находится земельный участок, о тех ограничениях, например, водоохранные зоны, зоны охраны памятников, в том числе Херсонеса, Таврического. Вот в этой сфере, да, пожалуйста. Да, очень полезный ресурс. А вот основные задачи управления в чем заключаются? Ну, основные или такие самые ключевые, я про них расскажу. Это всем известно, что сейчас в городе Севастополь разрабатывается генеральный план города, который в отличие от действующего генплана 2005 года уже будет соответствовать главному федеральному градостроительному документу, это градостроительный кодекс Российской Федерации. Ну и в целом законодательству России будет соответствовать. Генплан станет главным в иерархии градостроительных документов города Севастополя. И, собственно говоря, определит вектор развития города в сфере, опять же, в соответствующей сфере, сфере градостроительства. Сейчас документ уже разработан, проходит процедуру согласования. Есть определенные сложности, конечно же, с согласованием. Ни один генеральный план более-менее крупного муниципального образования не разрабатывался, не согласовывался быстро. А тем более Севастополь является городом федерального значения. Повышенное внимание к городу всем известно. Ключевые согласования генплана курирует лично Дмитрий Владимирович Овсянников. Это такие согласования, как согласование с Министерством культуры, например, с Министерством обороны Российской Федерации, с соседней республикой, с республикой Крым. Это достаточно сложное согласование. Сейчас определяется дата проведения публичных слушаний по генплану. Это будет конец апреля, начало мая. Публичные слушания в силу закона подразумевают информирование граждан о разработке генплана, а также дают возможность гражданам высказать свои пожелания по разработке. Слушания пройдут абсолютно во всех внутригородских муниципальных образованиях, в 10 муниципальных образованиях. Приглашаем всех жителей принять активное участие в публичных слушаниях. Точная официальная информация о дате и местах проведения публичных слушаний будет в ближайшее время, в ближайшие дни размещена на нашем официальном сайте. Еще раз напомню, адрес интернет-сайта sefarchitectura.rf русскими буквами, а также будет опубликовано в печатных средствах массовой информации. Одна из последующих ключевых задач после утверждения генплана – это разработка правил землепользования и застройки. Я уже не так упомянул об этом документе. Это документ прямого градостроительного действия, документ, содержащий регламенты застройки по каждому земельному участку, по зонам. В каждой зоне можно будет найти свой земельный участок и конкретно, четко, однозначно понять, что там можно строить, как можно строить, какие проценты застроить, какая этажность, высотность, процент озеленения и все прочее. Но это дело недалекого будущего. Вот такие вот задачи. В принципе, вроде бы как их немного, но они такие глобальные, что надолго хватит работы над ними. Какие-то сложности в работе есть и достижения тоже? Ну, в любой работе сложностей достаточно много, но мы эти сложности преодолеваем, решаем системно, в рабочем порядке. Например, вот в конце прошлого года у нас была достаточно большая просрочка по согласованию схем размещения земельных участков на кадастровом плане. Было более 6 тысяч документов у нас в работе, более 6 тысяч схем на сегодня. Вот в марте уже, в марте мы вышли на плановый показатель, просрочек у нас уже нет. Я считаю, это достаточно серьезное наше достижение. Достигли мы его путем внутренней оптимизации управления, ну и департамента в целом, естественно. Также у нас есть явная положительная динамика по выдаче градостроительных планов земельных участков, ГПЗУ, как я уже говорил, сокращенно. За 2016 год было выдано 129 ГПЗУ всего за год, а за 2,5 месяца этого года уже выдано 75 ГПЗУ. То есть динамика двукратная наблюдается у нас. Просрочек нет совершенно. Здесь все у нас в порядке. С чем вы вызываете такой темп? Опять же, у нас постоянно, мы, оптимизация, внутренняя оптимизация, это мы сами внутри. То есть модернизация каких-то процессов, она как раз приводит к ускорению работы, получается так. Если немножко вернуться назад, да, к генплану. Севастопольцы люди активные. Насколько активно они вообще участвуют во всевозможных публичных слушаниях? Севастопольцы действительно очень активные люди и в слушаниях участвуют. И предполагаем, что на слушаниях, по генеральному плану будет достаточно много людей, будут вопросы. Мы готовы к этому, будем отвечать на вопросы. Ждем всех желающих на слушаниях. В работе у вас очень много разноаспектных вопросов, в том числе проектирование парка в Ушаковой балке. Попонимается, что оно завершится к июлю нынешнего года. И как эта работа сейчас движется? Совершенно верно. Вы заметили про Ушакову балку. Дело в том, что департамент в лице нашего управления, в том числе, занимается в своей части созданием общественных пространств. Один из примеров – это действительно Ушакова балка. Заказчиками работы по проектированию являемся мы. Работа ведется активно. Проект в целом разработан уже. В этот четверг пройдет градостроительный совет при правительстве Севастополя. И после этого мы назначим общественное обсуждение. Мы хотим, чтобы люди ознакомились с проектом, внесли свои предложения и корректировки. Но проектировщик, понимая сложность и важность этого градостроительного узла, уже ведет непосредственно работу с жителями прилегающих районов. Замечания жителей, в принципе, уже учтены в проекте. Проект не подразумевает никакого нового строительства. Это реально создание общественной территории парка, его благоустройства. А каким образом эта работа, общение с севастопольцами проходит виртуально на каких-то порталах, тоже, может быть, на вашем ресурсе? Или прямо специалисты какие-то опросы проводят живые? Кем образом идет общение? До официальных слушаний общественных формат был живой. То есть проектировщики сами прямо общались с активными жителями района, район улицы Макарова, общались там, в принципе, активные жители, они всем известны, никто ни от кого ничего не скрывает. Ну а формальная часть, она будет заключаться, в принципе, в протоколе общественных обсуждений. Мы выслушаем все мнения, все их запишем, формализуем и передадим проектировщику для исправления, может быть, ошибок, может быть, для еще каких-то моментов. Ну, наверняка, наверное, знакомы с пожеланиями, да, какими-то отдельными, там, жители города. Вот чего хотят? Какие основные запросы? Первое, самое-самое главное пожелание – это исключить застройку. Она исключена, в принципе, будет, то есть никакого строительства нового там не подразумевается. Еще раз говорю, это создание общественного пространства. Селеного, с деревьями, с всякими цветами. Да, парк – это парк. То есть для пробок. Как был парк, так и будет парк, только он будет благоустроенный. Ну, наше время в эфире подходит к концу. Буквально в трех словах, перспективы работы управления на ближайшее время? Перспективы широкие, управление работы нам хватит еще на очень и очень большое и долгое время, потому как работа с градостроительной документацией подразумевает не только ее создание, но еще и последующую корректировку, потому как градостроительные документы – это документы живые, на самом деле, они корректируются, потому что в течение времени вносит свои коррективы в социально-экономические аспекты жизни. Соответственно, это отражается на градостроительстве в целом. Благодарю. Это была программа «В контексте. Об основных градостроительных аспектах жизни Севастополя» говорили с заместителем директора департамента, начальником управления градостроительной политики Егором Суслиным. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова